Всем привет! Это Координационный Центр. Меня зовут Георгий Георгиевский. Мы продолжаем серию видеоинтервью, приуроченных к 20-летию Координационного Центра. Сегодня у нас Александр Иванюк, председатель Исполнительного Комитета Ассоциации Документальной Электросвязи. Саш, привет! Привет, Саша! Обычно, когда я с коллегами начинаю разговор, я задаю такой простой вопрос. С чего началось? Как ты вообще пришел к пользованию интернету, к организациям, так или иначе, влияющим на работу интернета? Ну и как пришел в АД? Вопрос интересный. И здесь я вынужден ответить, что поскольку я человек достаточно молодой, я уже рос вместе с интернетом. И, что называется, со школьной парты уже интернет вошел в мою жизнь как неотъемлемая часть моей жизни. И, соответственно, при выборе дальнейшей профессии и выборе вуза для получения высшего образования, я, конечно же, ориентировался на то, что мне интересно, на отрасль связи, на отрасль информационно-коммуникационных технологий. И, собственно, поэтому вот получил соответствующее образование в Бауманке и дальше работал, уже начиная там со второго курса вуза и далее в операторских компаниях связи. И пока в 2013 году судьба несоввела меня с Аркадем Соломоновичем Кремером в Международном союзе электросвязи в Женеве, когда мы с ним познакомились, узнали друг друга. Он пригласил меня на работу в Ассоциацию документальной электросвязи в качестве координатора комитетов и рабочих групп. И с 2014 года я приступил к работе в АД. И карьера достаточно быстро и успешно развивалась. В 2016 году я стал исполнительным директором Ассоциации документальной электросвязи. И в 2019 году Общее собрание АД избрал меня на пост председателя исполнительного комитета. Вот, собственно, чему я безусловно рад. Большая честь, обязанность, ответственность. Собственно, поскольку АД с самого момента основания координационного центра является его учредителем, координационный центр стал очень важным участком работы сразу с момента прихода в Ассоциацию. И, конечно, там, когда я приходил, я, честно говоря, даже не знал о том, что бывает такое понятие, как регистратура национальная, да, регистраторы, какое разделение полномочий. Вообще, в принципе, о доменной индустрии было смутное представление, но вот такая обязанность учредителя, да, и вот там сотрудника организации, учредителя координационного центра, она вот заставляет вникать в тематику. Тем более, достаточно скоро, там, в 2015 году я стал членом совета координационного центра. И вот так вот постепенно, постепенно мы пришли к той точке, в которой находимся теперь. Работая в совете координационного центра, с какими вопросами тебе приходится сталкиваться, какие проблемы решать? Ну, конечно, основная задача совета координационного центра, как мне кажется, да, это вот исполнение роли технического регулятора для доменной отрасли, да, утверждение тех регламентов, правил, иных нормативных документов, по которым функционируют и регистратура, и регистраторы, да, поскольку вот координационный центр является техническим регулятором в этой отрасли. И это, разумеется, должно было, есть и будет его основным предназначением. Вот, ну, полномочия у совета достаточно широкие, там, и в экономической части утверждение бюджета, планирования бюджета координационного центра. Ну, вот, и, безусловно, какая-то проектная деятельность, которая через координационный центр осуществляется. Вот, вот это, наверное, такие основные моменты работы. Расскажи, пожалуйста, о других своих задачах в Ассоциации документальной электросвязи. Ну, спектр задач председателя исполнительного комитета, он, конечно, достаточно широкий. В первую очередь, это взаимодействие с организациями-членами, и, в принципе, с организациями отрасли, и, в особенности, с органами государственной власти, поскольку АД является общественно-государственным объединением. И вот эта приставка государственная, она позволяет членствовать в Ассоциации не только бизнес-структурам, но и органам государственной власти. И в числе таких органов, конечно, в первую очередь, должны ответить не Минцифры, которые курируют Ассоциацию, но и других важных регуляторов в области развития КТ-инфраструктуры и обеспечения доверия и безопасности. При использовании КТ это Федеральная служба безопасности, это Роскомнадзор, это МВД России, это ВСТЭК. Сегодня на мероприятии, на которые мы пишем эту запись, вот Минпромторг объявил о своем желании войти в состав Ассоциации. Мы надеемся, что скоро они к нам тоже станут чуть поближе. Разумеется, помимо взаимодействия с членами и ФАИВами, в обязанности представителей исполкома входит согласование, разработка, утверждение направления деятельности Ассоциации, организация мероприятий, вот на одном из которых мы сегодня присутствуем, ну и множество-множество-множество других повседневных задач для обеспечения нормальной операционной деятельности Ассоциации. Скажи, пожалуйста, вот сегодняшняя конференция, на которую мы с тобой записываемся, какую цель она преследует? Цель, все мероприятия АД объединены общей целью, это создание понятной, непротиворечивой и предсказуемой нормативно-правовой среды в отрасли. Сегодняшняя конференция с уклоном на обеспечение доверия и безопасности, осенние конференции, они более про развитие КТ-инфраструктуры. Но цель одна, это создание понятной, непротиворечивой и предсказуемой нормативно-правовой среды в отрасли, да, и содействие реализации государственной политики в этой части. А ведет ли Ассоциация международной деятельности? Да, Ассоциация и ее члены, и члены исполнительной дирекции, и члены исполкома в разных статусах, в разных форматах участвуют в международной деятельности. Вот президент Ассоциации Аркадий Славович Кремер долгое время был руководителем исследовательской комиссии в Международном союзе электросвязи. Сейчас он является членом Совета директоров Европейской ассоциации электронных коммуникаций. Мы также стараемся активно содействовать Минцифры в их взаимодействии с МСЭ. Члены ассоциации в совершенно разных организациях отрасли международных участвуют. Ну вот как, например, координационный центр ВАЙКЕН, ITF, АЙСОК и множество других международных организаций, связанных с доменной отраслью, участвуют. Так и другие члены, например, ВАЙСО, ВЙЕЦИ, ВАИТФ, ну где угодно. Просто масса-масса примеров можно по члену МАДЭ пробежать, то есть, наверное, весь спектр этих международных ассоциаций собрать. Понятно. В общем, все, что касается инфраструктуры, инфокоммуникаций мировых, везде можно встретить. Можно встретить участие, в том числе и ассоциация документальной электросвязи. Что для тебя лично, не как участника сообщества, не как человека, который фактически стоит у управления сетью интернетом в нашей стране, а просто как Саша Иванюка, что для тебя, в принципе, сейчас большой интернет и РУНЕТ? Я, видите, у меня профдеформация, для меня, я хочу ответить, что это для меня прям критически важная информационная инфраструктура, без которой совершенно сложно представить себе нормальное функционирование жизни в современном мире, потому что вот такое мне очень нравится сравнение, когда писатели фантасты придумывали книжки про биороботов, о каких-то технологиях, внедренных в человека. На самом деле, вся эта научная фантастика, она не в будущем, она уже сбылась. Банальный пример, когда забываешь мобильный телефон дома, смартфон, ты чувствуешь полнейший абсолютный дискомфорт, как будто какая-то часть тебя осталась дома, и это прям очень некомфортно, ты боишься, что ты там какой-то важный звонок пропустишь, или не сможешь что-то вовремя отследить, какие-то новости. Вот все эти информационно-коммуникационные технологии, они настолько глубоко уже проникли в нашу повседневную жизнь, что представить нормальное функционирование человека, ну и вот свое личное, я уже без них не могу. Побудем немножко футуристами. Вот, 2031 год, через 10 лет, 30-летие Координационного центра, и мы приворачиваем к нему снова записи каких-либо видеоинтервью. Скажи, пожалуйста, какой мир нас окружает? Какой интернет стал? Вообще, стало ли слово «интернет» или оно заменилось чем-то другим? А какие корабли будут проразить просторы Вселенной? Ну, мне хотелось бы верить, что наш национальный сегмент, он по-прежнему будет являться частью глобальной сети интернета, никакого отделения не произойдет, и я уверен в этом. В то же время, и мы сейчас к этому прилагаем определенное силие, мы, наш национальный сегмент, он должен быть полностью независим и готов к тому, что в случае каких-то чрезвычайных ситуаций мы способны будем обеспечить нормальное функционирование сети на территории страны для наших пользователей и потребителей. И я вот надеюсь, к 31-му году, ну, это более чем реальная дата, что мы к этому придем. В принципе, надеюсь, что все будет развиваться естественным образом, никаких революционных потрясений у нас в этой части не должно быть. Хорошо. Еще про будущее поговорим, про новые поколения людей. А какую-то обучающую, просветительскую, молодежную работу ассоциация ведет? Конечно, Жор, да. У нас с 97-го года функционирует базовая кафедра ассоциации в Университете связи и информатики. И, в принципе, вопросам просветительской деятельности ассоциация уделяет очень большое внимание. И помимо обучения студентов мы проводим ежегодные молодежные форумы, посвященные работе сети интернета, информационной гигиене, безопасной работе в этой среде. Стараемся работать с молодежью, объяснять какую-то этическую часть, объяснять какие-то предпосылки, идеологию к созданию нормативно-правовой среды. Потому что у нас зачастую принимаются законы, и не всегда простой обыватель понимает, зачем и почему это делается. А молодежь, она всегда реагирует на это наиболее остро, и всегда подвержена такому, достаточно легко вовлекается в всякие такие... Сомнительные активности. Сомнительные активности, да. Спасибо за подсказку. Поэтому просветительская деятельность – это, безусловно, очень важная часть нашей работы, и мы стараемся всегда объяснять логику создания нормативно-правовой базы. Почему, как, что и зачем происходит. Стараемся объяснять природу интернета, начиная с ее устройства на базе протоколов, от совсем технических уровней, и вплоть до такой культурологической и этической составляющей, без которой тоже невозможно на самом деле выходить в сеть интернет, и нормально сейчас общаться. Мы, слава богу, к этому приходим, что у нас общение внутри сети интернета, оно тоже начинает регламентироваться как-то, и у пользователей появляются те же права и обязанности, что и в реальном мире. И простой гражданин, он должен быть, на мой взгляд, защищен в интернете ровно так же, как он защищен в реальном мире. Должны быть нормы, правила, должна быть определенная этика, и вот этот период анархии, назовем его так, он уже остается у нас в прошлом. Хорошо. А в год 20-летия Координационного центра, что бы ты хотел пожелать нам? С удовольствием желаю вам, и, наверное, правильнее сказать, нам, да, нам такого же полномерного поступательного движения вперед, какое было все эти 20 лет. И, безусловно, Ассоциация документальной электросвязи будет содействовать вот этому развитию и расширению сфер деятельности Координационного центра, что тоже очень важно. Надеюсь, что через 10 лет мы с тобой так же увидимся, может быть, и на мероприятии АД, и сможем подвести положительные итоги прошедшего десятилетия. А так, успехов в работе, чтобы никаких сбоев, как было последние 20 лет в работе нашей доменной инфраструктуры, зоны .ру, .рф, не происходило, функционировало устойчиво и безопасно. Спасибо, Саша. Это Координационный центр. С нами сегодня был Александр Иванюк. Мы будем продолжать. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин